Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны В мероприятии традиционно приняли участие и ученики Калининской средней школы, а также члены оборонно-спортивного клуба «Ратник». Для меня это очень важная дата, потому что мой прадедушка тоже воевал в Великой Отечественной войне, погиб там, и я считаю, что очень важно, чтобы помнили эту дату, чтобы не повторялась история заново. Всем погибшим за родину, всем с победой вернувшимся, всем ковавшим победу в тылу и подполье, всем известным и неизвестным героям. Слава! Обелиск находится на границе двух городских поселений – Горки Ленинские и Видное. Традиционно это место поклонения жителей не только самой деревни Дыдылдина, но и соседних Таблова и Пуговичина. Сергей Кубрак часто приходит сюда почтить память своего деда Егора Кокарева. Он с этой деревни, с Дыдылдина, ушел на фронт в 41-м, так и не повидавшись с родными, забрали его с полей, с колхозных полей и все, он даже не зашел домой, не попрощался. Похоронка пришла на него, не похоронка, а он, получается, без вести пропал, бумага пришла в феврале 42-го года. С каждым годом становится все меньше свидетелей тех страшных событий, поэтому так важно передавать правду о войне подрастающему поколению, считает Валерий Цаповский. Мы рассказываем о том, как это было на самом деле, чтобы дети знали всю правду о войне и чтобы они уже в детские годы получали прививку от фашизма. Кобелиску приходят не только в канун 9 мая. Цветы, благодарные потомки, несут сюда круглый год. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное. Продолжение следует...